Добрый день друзья, с вами Слово Эксперту, меня зовут Василий Костюченко и в гостях нашей студии эксперт-оценщик Калашник Максим Сергеевич. Здравствуйте. Друзья мои, сегодня мы хотели бы поговорить с вами и рассказать вам, наверное, о нюансах оценки акций на действующих, в принципе, и не действующих российских предприятиях. Максим Сергеевич у нас руководитель Центра оценки недвижимости и бизнеса и я думаю, у кого же еще спросить, кому же еще задать эти кайферные вопросы по оценке акций. Акции я лично никогда не оценивал, ни на них не специализировался и понятия не имею, что такое оценка акций. Можете пробежаться по классификации акций, по классификации акционерных обществ с тем, чтобы, ну так, немножко глобус тех проблем, с которыми вы работаете. Я думаю, сильно-сильно заострять внимание на то, какие бывают акции и как вообще себя они ведут на рынке и так далее. Наверное, не нужно. Нужно сказать единственным нашим клиентам о чем. Акции, по сути дела, стоимостное выражение акций, оно равно стоимостному выражению предприятия, то есть бизнеса. По сути дела, взяли весь бизнес, поделили его на кусочки, назвали их акции и раздали владельцам или продали. Вот и все. Вот все, что в целом, можно сказать, просто на языке, на доступном. В связи с этим возникают тоже удержатели пакета акций или одной акции или нескольких акций, различные вопросы, различные разбирательства и так далее. Какие вопросы, какие разбирательства? Ну, кроме наследства. Ну, кроме наследства. Ну, точно так же бывает инициирована продажа или выкуп акций. Бывает же предприятие само хочет выкупить свои акции по каким-то непонятным стоимостям и предлагать владельцам акций недостойное вознаграждение. Понятно. Чаще всего мы оцениваем, вы оцениваете российские предприятия или предприятия стран СНГ или заграничных предприятий? Ну, российские предприятия, конечно, мы оцениваем чаще. Но, с другой стороны, предприятия СНГ бывшего, они практически ничем не отличаются от наших, ведь у них за основу взята вся юридическая основа. В принципе, то же самое, только, к сожалению, ваше заключение в Туркменистане котироваться не будет, я так думаю. Конечно, конечно. Будет носить только лишь рекомендательный характер, ознакомительный. Ясно. Следующий вопрос. Что требуется просто заказчику для того, чтобы прийти и сказать «Максим, хочу оценить свою акцию», кроме желания и паспорта? Желание, паспорт и деньги приветствуются, а остальное все объясним. Нужно баланс предприятия, нужно хорошо... Баланс предприятия одной акции обязан вам представить баланс. Ну, он обязан нам представить, почему? Потому что каждому владельцу одной акции или нескольких предприятий обязано отчитываться о своей деятельности и предоставлять, либо где-то вывешивать общедоступно балансы предприятия. Точно так же предприятие должно с какой-то цикличностью определять стоимость этих акций и точно так же знакомить каждого владельца акции или акций с этими выводами. Максим, еще такой вопрос. Ну, маленькое-маленькое дополнение. Совсем недавно, возможно, полгода назад, ну, в общем, в 2016 году понятие «закрытое акционерное общество» было исключено из реестра юридических лиц. В настоящий момент все закрытое акционерное общество. Им давался некий срок о реорганизации и преобразовании в ООО, классическое ООО. Поэтому на рынке нашей страны могут курсировать лишь один вид акций, то есть «акционерное общество» открытого типа. Но оно просто «акционерное общество» теперь называется. Ну и, соответственно, акции иностранных предприятий, ну, по ним обращение, конечно же, мы вряд ли увидим. А если увидим, то это будет там Украина, Беларусь, там, и Казахстан. Ну, страны СНГ. Так вот, итак, физику, физическому лицу для оценки российской акции, российского акционерного общества, кроме денег, паспорта и желания, требуется последняя отчетная документация. Но мы прекрасно видим на канале РБК прыгающие стоимость акции. То есть примерно раз в секунду акция может возрастать и падать. Как это учитывается оценщикам при оценке акций? Ну, это, наверное, те предприятия, которые котируемые, являются котируемыми на бирже. И эти предприятия, естественно, за оценкой их акций к нам никто не обращается. Только лишь для подтверждения котировок, которые мы даем. По сути дела, мы пересчитываем стоимость акций некотируемых предприятий, которые незаметно, как они прыгают. Мы не можем проследить, да, в режиме онлайн. Которые отсутствуют на бирже. Отсутствуют на бирже, да. Естественно, мы можем какую-то кривую построить, да, или вот эту вот невероятную линию акций, которые предприятия как себя ведут. Но в какие моменты, опять же, это все колоссальная работа, она стоит денег. Надо нашим зрителям напомнить о том, что отчет об оценке действует полгода. Но при торгах, биржевых торгах, отчет об оценке теряет свою актуальность. Ну, конечно. Каждый час, я так думаю, да. Каждую секунду. Да, да, не каждую секунду. Каждую секунду теряет или, наоборот, увеличивает свою стоимость. Ну, видите как, мы говорим о бирже и о котировке на бирже тех акций и тех предприятий, которые, в принципе, на которые, да, на котировки которых влияют там и там от экономических до политических, да, каких-то моментов. Как усмехнулся Владимир Путин на какой-то конференции? Даже это влияет? Или как он посмотрел? Улыбнулся ли он, посмотрев на Трампа? Да, да, да. Или улыбнулся ли он, посмотрев на какую-нибудь, да, на Китайскую Народную Республику? В действительности, на территории Российской Федерации, да, на наших предприятиях, не котируемых, скажем так, ну, будем говорить, что это, наверное, не влияет. Не влияет. Да. Наверное, у нас влияют в основном экономические какие-то тенденции. Да. Ясно. Стоимость акций. Сроки, стоимость. То есть, самые простые, самые банальные вопросы. Сроки стоимости, да, всякие, да, сроки. Банально мы говорим, вот, 150 тысяч рублей. То есть, в принципе, это какая-то отправная точка для суда. То есть, мы должны обозначить какую-то стоимость. По идее, оценка акций – это сугубо индивидуальное действие. То есть, мы можем сформулировать какие-то сроки и стоимости только после того, как ознакомимся с материалами первичными, которые попросим. Опять же, как я говорил там в передачах ранее, это бухгалтерский баланс, расшифровка строки, основные средства, деятельность, финансовые, финансовые результаты. То есть, в принципе, без участия суда, как правило, такая работа, такой отчет составить невозможно, если предприятие препятствует предоставлению первичной бухгалтерской документации. По сути, да. Вероятность 90% что все будет… Даже, я бы сказал, 99%. 99% в случаях, когда на моей практике юристы держателя какого-то пакета акций обращались на предприятие, им было либо отказано, либо затянуто, но каким-то образом препятствовано. Либо чуть-чуть дано, а чуть-чуть не дано. Ну, возможно, возможно, да, так. Поэтому, так или иначе, все это переходило в рамки разбирательства, в судебные рамки разбирательства. Все, друзья, за всем прощаюсь, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok